Детская познавательная программа Открывашка Доброе утро всем, доброе утро, ребята, Миша, привет, Ева, привет, давно не виделись, да, продолжай, Миша, слушаем тебя Сегодня, а еще у нас сегодня есть гость, который побывал в Африке, как раз о нем мы сегодня и будем говорить Это фотограф-анималист Сергей Иванов, здравствуйте, Сергей Доброе утро, Сергей Анатольевич, да, доброе утро Миша, ну давай ради порядка, я ко всем обращаюсь, да, сегодня профессиональный праздник у железнодорожников, надо поздравить Потому что все мы так или иначе связаны с этим видом транспорта, когда-то путешествовали железной дорогой, еще будем путешествовать, так ведь? Да, да Поздравим, а сегодня отправимся в место, куда, собственно, по остальной магистрали не добраться, куда либо вплавь, либо самолетом, туда поезда не ходят, так ведь? В Африку, в Африку-то я имею в виду, да, да, продолжай Сегодня мы подготовили вопросы для гостей и для слушателей Номер напомним? Наш номер телефона 211-101, звоните и выигрывайте призы, которые я озвучу чуть попозже Еще у нас сегодня Сергей принес фотографии животных, они висят сзади нас Да Кто нас видит, можете посмотреть Ну, пока нас, к сожалению, слушатели не видят, но они обязательно смогут потом посмотреть видеозапись на сайте эхокирова.ру Мы видео снимаем сейчас, а пока вот можно нас слышать на волне 101.0 и на нашем сайте эхокирова.ру Сергей Анатольевич, вы принесли две замечательные... Свои, свои, да ведь? Работы, фотоработы Расскажите, пожалуйста, о них. Два совершенно разных животных. Очаровательные фотографии. Супер, конечно. Расскажите Новая фотография леопарда сделана в Намибии Вот, это самка леопарда Один на всю Намибию? Нет, в Намибии леопардов достаточно А бегемоты... Я сфотографировал бегемотов в Ботсване Ага В Ботсване. Ну, также мне и доводилось бегемотов еще снимать в Кении Так что, в общем-то, с бегемотами мне повезло В общем, это как у нас, не знаю, как у нас Воробьев или что там Ну, не знаю, с нашими животными, насколько это распространено, чтобы представить Как у нас, не знаю, того-то, так там у них бегемотов Можно встретить Ну, дело в том, что бегемоты там не бегают, как у нас воробьи, конечно Не, ну, если куда-нибудь пойти, вот на природу Ну, в принципе, да, можно встретиться Можно встретиться, да Какая больше нравится, Миша, Ева? Мне больше леопард нравится Леопард? Почему леопард? Ну, потому что люблю хищников и котиков больших А ты знаешь, что это девочка? Сергей Анатольевич нам подсказал до эфира, что это самка леопарда Не знаю, как их отличать О, кстати, Сергей Анатольевич, как отличить? Ну, проблематично С виду нет? С виду нет С виду нет Ну, с виду, разве что, тем, что, ну, видите, молодые особи тоже могут быть не очень крупными Потому что самки леопарда, они несколько мельче чаще, чем самцы Ну, мне кажется, у самцов, у кошачьих, ну, так, морды как-то вот побольше всегда Ну, обычно Ну, я бы не сказал Достаточно непросто определить, в принципе, самец это или самка Вообще леопард весит, взрослый леопард, где-то порядка 70 килограммов весом И взрослый леопард может без труда добычу большую, чем его вес, затащить на вертикально стоящее дерево А зачем туда тащить? А потому что леопарды обычно поедают добычу на деревьях Ну, в связи с тем, что кроме леопардов там еще водятся в саваннах гиены Ну, понятно, чтобы сверху смотреть, сидеть, наблюдать, чтобы никто не утащил Ну, да, в целях защитить добычу И самому съесть Да, Миша, скоро вопросы будете, конечно же, задавать Просто я хочу раз еще напомнить нашим слушателям и вести в курс дела Сергей Анатольевич у нас был в гостях зимой Зимой, тогда мы договорились, что вот встретимся летом Лето уже на исходе, но, слава богу, мы встретились И мы будем говорить о вашей работе в Африке Мы, в частности, зимой побывали на Камчатке На Камчатке мы были о вашей работе Говорили, вот сегодня в Африку отправились Фотограф-анималист, это кто, Ева? Это фотограф, который фотографирует животных Устроить такой ответ? Да, вполне Да, вполне Поехали дальше, задавайте вопросы нашим Как вы фотографируете хищников? Они же замечают вас А что хищников сразу? Давайте в целом спросим про зверей Ну, в принципе, это достаточно такая сложная тема Потому что это в зоопарке может быть легко и просто фотографировать А в дикой природе снимать очень непросто Во-первых, надо находить эти места Готовиться к этому задолго Вот И, конечно, в большей мере приходится Приучать объект съемки к себе То есть Подкормить? Нет, ни в коем случае То есть Как бы в анималистической фотографии Серьезные Любые виды вот этих подкормок Вот этого всего Это как бы считается неэтичным Для фотографа Съемка на всякого рода прикормках Поэтому мы стараемся Ну, естественно, на международные На серьезные конкурсы Фотографии, снятые там на привадах На прикормках В неволе В таких вот условиях Не принимаются на такие конкурсы То есть Максимум естественности все-таки должно быть Да, да Именно То есть Это когда идет Фотографии дикой природы Ну вот В частности Медведей на Камчатке я снимал То есть Мне приходилось Ну не приходилось Я получал от этого громадное удовольствие Но Минимальное время Которое я там проводил Значит На Курильском озере Снимая медведей Это где-то Месяц-полтора То есть За это время Постепенно Постепенно То есть Когда Наступал контакт То есть Это вовсе не значит Что ты взял с собой Собственно Свой аппарат Пришел и начал снимать Нет Это все постепенно 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 В Африке Конечно С этим делом Проще В Африке проще Почему? Потому что Там есть Большие национальные парки В которых Это в общем-то Все охраняется Никакого там Ну практически Браконьерства нет Потому что В африканских странах Очень жестко С браконьерами Поступают их Если не на месте Расстреливают В другом месте То есть Достаточно Серьезно В частности В Кении В Танзании Это происходит И поэтому Там Хищников Вот как я его спросила Но в основном Фотографируем Естественно С машин То есть Съемка Производится В большинстве Случаев С машин Хотя вот Бегемотов Я уже снимал С земли Но с хищниками Вы сами понимаете Что это Крупные кошачьи хищники Это Очень серьезно То есть Вы не один снимаете Когда как Когда как Получается Когда я еду сам На машине Допустим Я часто В Африке Брал Значит Не просто машину А дом на колесах В котором То есть В котором мы И ночевали И перемещались И по трапезничать Можно И так далее Ну хорошо У меня В продолжении Вопроса Ева А комфортнее работать Одному Или в составе Какой-то группы Скорее всего Одному В большинстве случаев Одному Когда один на один Собственно Ты имеешь дело Да Миш Вопросы Продолжай А были ли у вас Какие-нибудь Куриказные случаи Случаев было много Я помню Случай Который Это в эфире Был или не в эфире Вы рассказывали Зимой Про слонов Которые Чуть не задоптали Вас Да Был у меня Случай Когда серьезный Ну Один раз На меня Львица Бросилась Значит Правда Я был За загородкой Вот То есть Там Понимаете Бывают такие места Где не звери находятся В загородке А люди находятся В загородке То есть Их привозят Выпускают Значит Людей В такую загородку Нет Это не клетка Такое деревянное Ограждение Плотное было И для того Чтобы Можно было Выставить объектив Там сделаны Такие Как бы Бойницы Ну Чтобы наблюдать Вот В частности За львами То есть Как с акулами В клетке Опускают Примерно Примерно Так же Но Вы понимаете Мне хотелось Все покрупнее Поближе Я в это Окошечко Выставился Очень сильно А она бросилась И то есть Рейнджер Который стоял Сзади Только успел Меня за штаны Дернуть И втащить Ничего не предвещало Ничего не предвещало Абсолютно Не с детенышами Была Не принимала Пищу А просто так Вот кошачьи Непредсказуемые Это В принципе Большинство животных Так бывает Они Как бы Показывают тебе Что ты Залез на их территорию Есть животные Которые Вы понимаете Они Могут Отступать Вот допустим Вот с медведями Как происходит Мне приходилось Снимать Медведей На тундре Где они Пасутся Значит Как коровы И поедают Ягоду И значит Ты к нему подходишь Подходишь Ближе Ближе Чтобы Ну Снять покрупнее Все это Вот Если медведь Как бы Слабоват духом Он Отходит Отходит От тебя У которого Как бы Само мнение Высокое Он значит На месте На месте На месте Ты к нему Пытаешься подойти А потом делает Бросок в твою сторону Но это предупреждение Чаще всего То есть Животные Бывая Редко Когда Бросаются Вот так Вот в атаку Ну вот С носорогами Конечно А с бегемотами Сложнее Потому что Такие Очень достаточно Агрессивные Животные Которые Как уж Рванули Да Крованули Вообще Бегемот Кстати Самое Самое опасное Животное Африки Считается От него Больше всего Погибает Вот именно В отношении Человека Самое опасное Да По нападениям Ну так сложилось Хотя он ведь Он ведь Не плотоядный По идее Он не плотоядный Но дело то в том Что В силу того Что у него Такие зубы То Не ну понятно Что он может Все что угодно Они очень Очень Серьезно Защищают Значит Своё место обитания Допустим Ну так скажем Тот водоём В котором они там Плавают Это раз И У них Очень серьезно Защита детёнышей То есть За детёнышей Они там просто Ну и Когда Бывают проблемы Чаще всего Когда на лодках Где-то вот Перемещаются То есть Ну для бегемота Значит Лодку Ну и естественно Ну представьте Там такие зубы Что там просто Ну человека Просто Ну пополам перекусывают Или оставляют Такие раны Что несовместимые Жизнь А животное Запоминают людей У вас есть теперь Какой-нибудь знакомый Лев или медведь Медведей у меня Очень много знакомых Медведей у меня Очень много знакомых Насчёт львов Конечно Мне Не доводилось С ними Подолгу Жить рядом Но Животные Очень Хорошо Запоминают Очень хорошо Запоминают Это у них В основном Не только Визуально Происходит А в большей мере Обоняние Они запах Запоминают У них Это есть Восприятие То что Этот Объект Допустим Ну человек В частности Им Не доставлял Ничего плохого Не было Никакой Агрессии Или ещё Каких-то Моментов И он Уже Относится Абсолютно Потому что У меня даже Были семьи Медведей Знакомые Которые Ко мне Великолепно Относились И через год И через два И через три Круто А у вас есть Домашние животные Вы их фотографировали Если есть Знаете Домашних Животных У меня Нет Разоблачили Сергей Анатольевич Дело в том Что Понимаете Иметь Домашнее Животное Это Очень Высокая Ответственность Перед животным Очень Высокая Ответственность То есть Ну вы сами Понимаете Чтобы его Содержать Значит Его надо Холить Лелеять Выгуливать И всё И уделять ему Очень много Внимания Дело в том Что я Очень много Времени Провожу Вне дома И поэтому Ну Мучить Вот таким Образом Животное Я хочу Чтобы Я В принципе Желаю Чтобы у меня Была собака Я хотел бы Вот Но Но пока Пока Может быть Буду стареньким Заведу Значит Один момент Интересный Вам с годами Это осознание Пришло Такое отношение К животным Нет Или вы изначально С детства Когда книжками Увлекались Изначально У меня В детстве Была Была собачка Которая В общем-то У родителей Она и дожила До кончины Своей До старости Но я Одна попытка У меня была Когда я еще В институте Учился Я завел Карело-финскую Лайку Значит Но К сожалению Там История Такая Нехорошая Она Пропала В лесу Я долго Ездил Искал Ее там Встречали Но Судя по всему Ее съели волки Вот Но она такая Сама себе На уме Была Так Давайте Пора Слушателей Привлекать Да 211 101 Уважаемые ребята Взрослые Сейчас мы будем Задавать вопросы Сергей Анатольевич Озвучите вопрос Касаемо Африки Я Да Нашим ребятам Нашим слушателям Ой Вы меня так поставили Хорошо У нас у ребят Вы можете подумать Немножко Может я задам Да Вопрос Ева сейчас задаст вопрос Не про Африку А про животных Ее Про животных Которые обитают В Африке Да Хорошо И потом Миша озвучит Те призы Которые у нас Сегодня имеются В каком возрасте Лес становится Полностью взрослым И какие возможности У него открываются Давай Давай С первой части Вопроса начнем В каком возрасте Лев становится Взрослым Да Варианты дадим ответа Можешь сейчас Быстро сообразить Ну чтобы не очень Напрягать Наших юных слушателей Ну что В воскресенье Отдыхать нужно В выходе Четыре года Пять месяцев И два года Два года Пять месяцев И четыре года Три варианта ответа 211 и 101 А ты можешь пояснить Полностью взрослым Это как Я так понимаю Когда он может Заводить свою семью Ну ты пояснишь полностью Взрослый лев Это что значит Ну я не могу пояснить Потому что это Вторая часть моего вопроса А Хорошо Какие возможности У него открываются Ладно Хорошо Два года Четыре года Либо пять месяцев Вот такие варианты ответа Миш Поехали Давай призы Давай поставим В известность Что сегодня можно выиграть Сегодня у нас есть Книги И приглашения Из книг У нас есть Моя первая книга Про автомобили Самолеты и корабли Для читателей От шести лет Также у нас есть Секретная энциклопедия О чем говорят акулы Очень интересная Да Она правда очень интересная У меня есть из этой серии Только пчелы Это фэнтези О чем говорят акулы Нет Это энциклопедия Реально Да Они говорят о чем Да Так Что еще есть Да 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 Замечательная Очень большая Такого формата Большая А4 да по-моему Нарисованная Да нарисованная Есть энциклопедия Большая кошки Ага Акулы Кошки Что еще Дмитрий Елец Моя большая семья Бунт Пупсиков Да Тоже замечательная книжка В своеобразном Оформлении Таком художественном Еще Джон Стивенс Изумрудный Атлас Огненная летопись 12 плюс Ну это прям Очень серьезное Издание Такое Чтение На долгое Долгое время Очень такая Солидная По объему книжка Но я надеюсь Что очень интересная Так Страница В 400 Угу Пираты я смотрю Да Что-то про пиратов У нас есть Пираты Руководство Для начинающих Ага У нас так или иначе Пиратская тема Как-то в открывашках Всегда присутствует Ну частенько По-моему бывает Пираты Пираты Корабли Морские путешествия Тут даже еще Внизу написано Все что должен знать Настоящий пират О Вот так вот Так И еще тоже Большая красочная книга А Мы ее озвучили Автомобили Самолеты Корабли В общем Мальчишки Рекомендую Очень-очень Ну мальчишки Принято считать В первую очередь Технику-то как раз любят И еще у нас есть Пригласительные Да У нас есть Пригласительный Билет в Галиле Прогресса На фотовыставку Гол В честь Чемпионата мира по футболу В России Который завершился Да На нее могут идти Дети любого возраста Угу Также у нас есть Сертификат на 4 занятия В школе музыки Практичес метод Практический метод Так Еще что есть? Приглашение на двоих В кинотеатр Смена И приглашение на двоих В кота-кафе Зокки Это все? Да Ну очень даже прилично 211-101 Еще раз напоминаю Номер нашего телефона Ева, ну что ты задавала Тебе и принимать звонок Хорошо Ну скажи Алут Привет Привет Как тебя зовут? Как дела? Рита Хорошо Любишь животных? Обожаю Фотографировала кого-нибудь? Конечно А кого? Всех Есть у тебя бетонцы? Еще раз Есть у тебя бетонцы? Нет, к сожалению Хотела бы? Хотела бы И какой же ответ на мой вопрос? Два года Да А еще дополнительный вопрос Необязательный Да, вот сейчас можно пообщаться с Ритой Да Какие возможности Открываются у Льва В два года? Как? Заводить семью? Об этом точно не знаю Но могу сказать Что у него только в два года Полностью вырастает грива И только в два года Он начинает рычать Да ладно То есть два года Он рычащих звуков не издает? Нет До этого возраста Ну хорошо Да Привет Ты еще здесь? Рита, ты с нами? Миша любит Да, да, да А ты куда бы хотела съездить? Пофотографировать животных? В какую страну? Я бы хотела в московский зоопарк еще раз съездить Там очень красиво говорят В смысле, ты сказала еще раз съездить? Ну да Я просто не везде ходила там А, то есть ты была уже Но еще раз, чтобы осмотреть Хорошо Определяйся с призом Что хочешь получить? Билеты в кино Билеты в кино Все Не клади, пожалуйста, трубку Пообщись с нашим редактором Отличного тебе утра И хорошего дня Так Может, что-то хотите добавить? Сергей Анатольевич К двум годам Ну, я честно скажу Что у него гриба там вырастает Гриба-то там в два года никакая Жиденькая Ну, очень жиденькая Молоденькая Очень жиденькая Очень коротенькая Поэтому Силу-то набирает уже Наверное, годам к пяти К шести Пяти ближе, да? Уже такой Вот Полноценный левый такой Кстати, давайте перечислим Те африканские страны В которых вы побывали Вот мы что забыли Там из животных начали Леопард Бегемот Слоны И вы не бывали не единожды В Африке Да Я По-моему, раз в шесть был Да Да Началось все С Намибии То есть я первый раз Побывал в Намибии После этого Я был в группе С охотниками из Германии То есть они меня пригласили туда После этого я решил Что с охотниками Я Никогда больше не поеду Это раз С немецкими Тоже не поеду Вот Как и с японцами Не хотел бы не поехать А почему? А вы знаете, дело в том, что Японцы, немцы Ну, сейчас, наверное, китайцы Они очень такие Интересные люди В плане Они Хотят за короткий период Посмотреть все И то есть их перемещение Они очень стремительны Мгновенно Когда я вот был Вот их-то в зоопарке Надо как раз Ну да В зоопарке Можете посмотреть Потому что Вот с этими немцами С которыми я ездил Мы за неделю Уже когда После того Как они отохотились За неделю Мы проехали По Намибии Пять тысяч километров То представьте Сколько выходило на день С учетом Что мы где-то Останавливались На целый день Ходили То есть это просто Была сплошная гонка Поэтому я больше Не хотел И после этого Через два с половиной года После этой поездки Я организовал Сам Поездку И это была Самая, наверное Выдающаяся Такая вот По масштабу Поездка Африканская у меня Потому что Мы посетили Значит Я и двое Моих друзей Которых я Значит Тоже фотографировал Сумел Нет Нет Им просто Было интересно Я их сумел Уговорить На эту авантюру Вот Потому что Это было Самостоятельное путешествие Без всяких Гидов Нет Но гиды там присутствовали Когда-то В каких-то местах Где мы сами нанимали А так Мы путешествовали Самостоятельно И мы посетили Пять стран За эту поездку То есть Она продолжалась Больше месяца Мы прилетели Сначала в ЮАР В Южноафриканскую республику С самого юга Да Потом Из ЮАР Мы Перелетели В Зимбабве Потом были В Замбии Потом Из Замбии Мы переехали В Ботсвану Потом В Ботсване Нас ожидал Уже Дом на колесах И в доме На колесах Мы 17 дней Путешествовали По всей Намибии То есть Это не за неделю 17 дней Это уже конечно Серьезно Можно было И посмотреть И побывать В разных Таких местах Где живут Совершенно Не только Разнообразные животные Которые были Мне интересны Но и Так скажем Экзотические племена Которые В общем-то Уже Практически Их скоро Уже и не будет Почти В чистом виде Есть такие Да Я кстати От них артефакт Такой какие принес Вот А давайте их Во второй половине Передачи А я предлагаю Без музыкальной Павлазы Да Да Потому что Время бежит А мы только Еще один вопрос Успели задать После этой После первой поездки Я забыл совершенно Что Египет Это тоже Африка А ну да Северная Африка Да Кстати вот сейчас Сергей Анатольевич Перечисляет Страны Вы представляете Да примерно По карте Африканского континента Где что находится Ну Не особо Ну Африку сейчас Представьте на карте ЮАР Потом Это самый Самый юг То что вот я называл Это самый юг Если Представить В Египте Наверное Некоторые бывали Представляют Что Египет Это север Африки Самый север Африки Синайский там Полуостров Все это вот А ЮАР Это самое Южное окончание Африки Ну Мы с доброй надеждой Мы с доброй надеждой Я был на мысе Доброй надежды Да Что ты хотел Я предлагаю Сейчас задать вопрос И продолжить Хорошо Спасибо Заботишься о наших Слушателях Потому что Сергей Анатольевич Великолепный рассказчик Он может Радовать и радовать Нас С возможными историями Давай вопрос задавай Что является главной Природной достопримечательностью Африки О Это точно вопрос Бесспорный Вот какая-то Одна штука Бес Бес Точно Только не говори Что это озеро Титикака Нет Хорошо Вот там я слышу Там уже звонок есть Так Еще раз повтори И номер телефона Что является главной Природной достопримечательностью Африки Все Номер телефона 211-101 Отлично Прям заинтриговал А почему вам понравилась Именно Африка Африка Не может Не понравиться Ну это Вот Это Африка Что тут можно сказать Потому что В детстве Все Про доктора Айболита Значит Читали Не ходите Дети в Африку Гулять Вот Все это Все это было известно Да Собретный плод Ну не то что запретный плод Просто дело в том Что Это было Особенно Я ведь первый раз В Африку Поехал Уж лет 20 назад И это в то время Было Знаете В общем-то Очень необычно Очень необычно Это сейчас уже Стало достаточно нормальным Ездить в Африку Не только в Египет А тогда И не только в Тунис Да И в Тунис Или в Марокко Вот А побывать Допустим В Ботсване Или в Зимбабве Или тем более В Замбии То есть это В общем-то Как бы Необычные такие страны Достаточно закрытые И Просто с бухты Барахты Там Туризм Там Особенно не развит Ну в Зимбабве И в Замбии Значит там Одна мощная Достопримечательность Которую Туристов приманивает Это какая Не знаете Я затрудняюсь Честно говоря Водопад Виктория Ну вот вы Развителенный Мой вопрос Подожди У нас висит Кстати Слушатель Что называется Висит на проводе Давай Принимай звонок Привет Здравствуйте Как тебя зовут? Меня зовут Аня А сколько тебе? Я вам уже звонила Ну поскольку Ответ на вопрос Уже прозвучал Если Аня Конечно Не прослушал Я знаю еще Ань Ну давай Отвечай Так Водопад Виктория Река Конго Пустыня Шахара Так Подождите Читай Читай Река Река Нил Там давай еще А гора Килиманджаро Килиманджаро На чьей территории Находится гора Вопрос для старшеклассников Ой как сложно Ну ответьте Сергей Анатольевич Килиманджаро Она И С одной стороны Кения А с другой стороны Танзания Ань В общем Мы тебя поздравляем Ты сразу Несколько Назвала Достопримечательности Что ты хочешь Получить в подарок Я бы хотела Получить книжку О чем говорят Акулы О чем Говорят Акулы Ну что Хороший выбор Ева Отличный Да Потому что Ева И Миша Они Сами глаз положили На эту книжку Да Да В общем Тебе крайне повезло Мы тебя поздравляем Не клади пожалуйста Трубку Пообщайся с нашим Редактор Так Продолжаем А сколько примерно Видов животных Вы сфотографировали Видов Видов Вообще В целом Или в Африке Вообще В целой О в целом Это очень Миллионы Нет Ну миллионов видов Нет Но Но Десятки Десятки Я не знаю Не сотни Но десятки А в Африке Ну я старался В Африке Снять Ну Очень много Кого бы хотел Я вас спросил Спроси А с кем больше всего Работать Понравилось Так сказать Работать Ну спроси Ну вы уже спросили Сергей Анатольевич С кем больше Понраву пришлось Мне Мне очень Понравилось С гепардами Очень мне С гепардами Понравилось Вы за ними успевали Вот Миш Чем славится гепард Кстати То что он Самый быстрый Зверь на планете Правильно Может развивать Скорость До 35 До 35 Км в час Не 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 Значительно Больше Значительно Больше Под 90 Он может Легко Но на коротких Участках И чем он вам Больше всего Так понравился Этот гепард Ну дело в том Что По сравнению С леопардом Он же похудее Будет Да Как-то поменьше Да Но дело в том Что гепарды Они Издревле В общем-то Если Посмотреть Историю То Гепардов Очень много Содержали Различные Шейхи И прочее Прочее У них было Вот Это Так скажем Наиболее Лояльные кошки К человеку То есть Практически Не бывает Конфликтов Таких Серьезных Между Гепардом И человеком Поэтому Он недостаточно Лояльный Гепард Видимо В уме Всегда держит Человечушка Я убегу Всегда От тебя Вот И вот Поэтому Как-то С ними Интереснее Но Съемка Конечно Крупных Хищников Таких Как Львов Леопард Леопардов Она Конечно Такая Адреналинистая В том Плане Успеть За ним Надо Это Просто Такая Мощь Это Ты Понимаешь Что Значит Очень Серьезное Животное И Может Настигнуть Тебе Конечно Он Не Просто Самый Скоростной Он Мгновенно Эту Скорость И Набирает Еще В чем Собственно Особенность Очень Быстро С кошками Вообще Как бы Тягаться Очень сложно С большими Вы не знаете У африканцев Есть питомцы Ну Не такие Как Коровы Полезные А например Собаки Кошки Гепарды Дело в том Что Ну Как сказать Питомцы Ну Домашние Прирученные Муравьи Чаще всего Это Там не происходит В большей Мере Есть Ну Вот В частности И в Намибии В ЮАР Я сталкивался Это Вот Небольшие Частные Так Скажем Гейм Парки Такие Ну Не назовешь их Национальными Парками В масштабе Но Он частный Небольшой Парк Территория Где Они Содержат Животных Практически Вольном В полувольном Состоянии То есть Это громадная Огороженная Территория Громадная Где эти животные Чувствуют себя В принципе Как Как на воле Но в то же время Вот И И в силу того Что там Их подкармливают И в общем-то Там складываются Такие отношения Очень такие Приятные Где Например Какие животные Ну вот Я был В одном Серьезном Таком парке В Харнасе Это На границе Намибии С Ботсваной Значит Там Там содержат И львов И леопардов И гепардов Там Значит И Мангусты Есть И Бородавочники И страусы И жирафы То есть там Но это не зоопарк Вы понимаете Что самое Можно общаться Подходить Да Со львами Ну со львами Конечно Львов Львов Содержат Понебратство Не приветствуется Это меня спрашивали Также вот Про Камчатку Как вот Вы там Снимали Там допустим Медведя У меня самое близкое Медведя Снимал С 45 сантиметров Вот И говорят А А погладить А зачем его гладить Вот Ну как-то вот У меня не было Такой мысли Я говорю Что Братство не надо Запоминай на будущее А кого вам Фотографировать проще Пугливых травоядных Которые от вас убегают Или хищников Которые могут напасть Да я не сказал бы Что кого-то проще Или сложнее Дело в том Что Тут должно быть интересно А мне интересно все Мне даже воробья Интересно фотографировать Ведь вот Все говорят Да что там воробей А вы попробуйте Интересно сфотографировать Воробья Не так же он там сидит А интересно Вот Это очень достаточно сложно И можно В принципе За снимок Тех же допустим Воробьев Получить на каком-нибудь Конкурсе приз Если снять их В динамике В полете Или В какой-то конфликтной Ситуации между ними Которые у них Часто возникают Такую обычную Обыденную птанку Да Да Следующий вопрос Давайте задавать Ева Хорошо Задавать им И потом К наглядности Сергей Анатольевич Перейдем Да Там таится Хранится До времени Время пора уже Что есть У самцов зебр Чего нет Ни у их самок Ни у других Ни парнокопытных Кобыл Ни парнокопытных Ни парнокопытных Кобыла Ну потому что Зебра тоже Ни парнокопытные Чтобы проще Было Отделила Попытаюсь Подсказать Попробовать Подсказать Нашим слушателям Это какой-то Внешний признак Это что-то Во внешности Не особо Внешний Не особо Внешний Это что Богатый внутренний мир Правильный ответ Нет Ну Это просто Не сразу Выделяется Не видно А Ну Можно видеть Если присмотреться При каком-то ракурсе Давайте два вопроса В эфире сделаем Потому что Если что Так На второй ответ Давайте я задам Давайте Попроще Вопрос Какая самая маленькая Антилопа в Африке Как она называется Антилопа И еще какое-то слово Ну что Поехали Плотненько Слушатели Пошло Два вопроса Мы задали 211 101 На какой Полегче Ответите Пожалуйста Звоните Ну или не знаю Вы не ищите Может легких путей Отвечайте На самый трудный Сергей Анатольевич Порадуйте нас Чем Что вы принесли Ну вот Я тут мешочек Принес Да Вот наши ведущие Уже под стол Заглядывают Это мешочек Мешочек Артефактов Это оружие Да Нет Здесь Вот это Это настоящий Настоящий Охотничий лук Который Может быть Не только луком Который Может быть еще Музыкальным инструментом Можно посмотреть Да Пожалуйста Конечно Скрипка Какой-то я бы сказал Жиденький лук Ну это африканский А это дело в том Что Это Тут целая история Вот это к нему Колчан К этому луку Там стрелы Соответственно Там не только стрелы Тут есть много чего Вот Это Я приобрел Вот это Дело Все Вот эту историю Значит Это я приобрел Когда я был В племени бушменов Ага Бушмены Это Чем они знаменитые Бушмены Бушмены Но Они знамениты Хотя бы тем Что это Изначальные Жители Юга Африки То есть Вот негры Таковы Да Потому что Они очень Отличаются От Негров Во-первых Они очень мелкие Очень мелкие В смысле Нескорослые Нескорослые Да Во-вторых У них Своеобразный Отличный От всех Значит Рост волос На голове Это как А пучками Растет Да То есть Волосы Растут Пучочками Не сплошной Волосы Да Вот такой Очень интересно Они не выбривают Нет Они не выбривают Они Дело в том Что у них С С их жизнью В Африке Которая Проходила Там Многие Столетия Они потеряли Письменность Потеряли Счет Боже То есть Они не Они же не Развивались Не развивались А наоборот Деградировались С той поры Когда допустим Найдены То есть То есть Пик их цивилизации Он где-то давно Был давно там Потому что Вот находили Вот наскальные рисунки Их различные Вот этих бушменов Которых Первых Тех еще То есть Сейчас они дикие Ну они не то что дикие Но они очень Вот Так вот Про то что Почему такой мелкий лук Да Им не надо Большие луки Ну в силу того Что они сами маленькие Если вот вы видите Вот эта стрела Стрела Вот Только осторожнее Там наконечник стальной Все таки Вот стрела Наконечник стальной И дело в том что Видите как стрела Стрела разделяется Ага Стрела значит Трехсегментная О А для чего это Вот я вам сейчас расскажу Дело в том Что бушмены Что бушмены Они Так как В Африке Многие 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 Сотни лет А то наверное И тысячи лет Проживали У них все это Настолько Отработано Вот эта стрела Для чего Она такая маленькая Она наверняка Ядом смачивается Вот именно То есть Есть На юге Африки Такие Червячки Так скажем Вот Которых они Раздавливают Скорлупки Поплюют туда Все это размешают И потом Вот в этой кашице Они смазывают Вот эту стрелочку Смазывают И подкрадываются Допустим Ну к той же зебре К примеру Или к жирафу То есть достаточно Стреляют И вот Самое главное Чтобы вот этот Наконечничек Вот этот крошечный Пробил шкуру И вот этот Яд Биологического Происхождения Настолько сильный Парализует Очень быстро Вот Он причем Не убивает А парализует Парализует Животное И дело в том Что с железом У них там Очень напряженно Вот Естественно Что в свое время Эти наконечники Были костяны Но Так как Появилась цивилизация Появилась Возможность железа То они стали Делать железный Но чтобы сохранить Вот этот Железный Наконечник То есть Она вот Делается Трехсегментная Чтобы вот эта Железка Не потерялась То есть Когда животное Бросилось Через кусты Или там Через растительность То есть Вот это Это же Просто тростинка Просто Блин Можно изготовить Да Здесь деревянный Переходничок Такой между ними В тростник Вставляется А железная часть Вставляется Вот как раз Вот эту В деревянную И то есть Когда животное Рвануло Вот это Отломилось Все А наконечник Это остался Прям в шкуре Вот И потом Когда животное Упало Они подходят Вопросы хочешь Ответить У нас два Вопроса было Витя Про антилопу Про антилопу Самая маленькая Антилопа Да Был вопрос А Про антилопу Гну Нет дорогой Гну Это очень большие Антилопы Это распространенная Антилопа Но она Не очень Не очень Маленькая Витя А еще Варианты Может Может подскажем Не знаю Может подскажем Не знаю Созвучное Может чему-то Ну вот Дозвонился человек Как-то Африкой Заинтересовался Не хочется Просто так Отпускать Из двух слов Состоит название Маркс и Энгельс Антилопа Барси Ну давайте Давайте сделаем Вите такое Открытие Все-таки Хорошо Запомни Витя Ты наверное Запомнишь Теперь Что самая Маленькая Антилопа Зовут Дик 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 Деградация Она Оканчивается На букву К Дик Дик Они размером С кролика Такие Антилопа С размером С кролика Вау Посмотреть бы На такое Мы один раз Были в Таиланде И ходили В оленей парк Там почему-то Не было оленей Но был один Пришли А там Мышиный олень Размером С кролика Тоже Обиделись Давайте про Витю Не будем забывать Раз у нас Витя Немножко ошибся С ответом Мы тогда Возьмем на себя Смелость Сами ему Вручить приз Не он будет выбирать А мы сейчас Давай Миш Конкретный приз Миш Давайте Что Витя сказал? Книгу Я предлагаю ему Сделать выбор Из двух книг То есть Либо моя первая Книга про Автомобили Самолеты И корабли Либо Бунт Пупсиков Про корабли Про корабли И самолет Все Отлично Запоминаю Самая маленькая Антилопа Дик-дик называется Размером с кроликов Боже мой Как же они живут Так Сергей Анатольевич Что-то еще Достал Из своих закромов Достал Просто дело в том Что Вот это Как вы думаете Что? Я знаю Покажется Крепка? Ева Если долго Не знаю Вот посмотрите Наверное Вот так вот Ей работают Да Только Это Приемная часть Вот здесь Углубленица В которой вставляется Другая такая же палочка То есть С этой Помпуч Миш Ты понял О чем речь идет? Я сказал Вот когда Показал Для разжигания огня Это вот палочка Кстати Если вы будете Из березы Делать палочки То ничего у вас Не получится Не нагреется Можно я посмотреть? А в Африке Есть березы? Нет В Африке нет березы Поэтому В Африке Далеко не каждое дерево Годится Не помни Про зебр Про зебр Чем отличается И подскажи Вот это они И это не кинжал И это не кинжал Палочка Палочка Делают Делают Ну понятно Рот Рот резонирует Рот получается резонатором Получается своеобразная музыка Телефон Ну какой Ну вот эта вот Вот эта вот Выемка Что-то мне напоминает Подлокотник Нет Но уже ближе Но уже ближе Да-да-да Что-то для удобства Нет Пепельница Нет Ладно Не буду вас молчить Стол Это подушка Точно Точно Под затылок Это подушка Да-да-да Эту подушку Я приобрел В племени Химба Которая Вы еще и приобрели ее Да Подариться не могли Такую же Нет Там все Там все за деньги Вот Вот это Не самая удобная Подушка в мире В общем Ребята Обязательно потом смотрите Видеозапись Нашей программы А вот это вот такая вот Дамская сумочка Из кожи Значит Дикого какого-то животного И расшитая бисером Ох ты В общем Африканские рукодельницы Это видимо Изготавливают Продают Денежку Опять же Выручают А мужики охотники Мужики охотятся Да В это время Кстати Сергей Анатольевич Спать то удобно на этом Ни разу не пробовали Нет Подушка неудобная Так что вот это Широко распространено Вот Очень интересно Что Кинжал сейчас в руках Это практически Вот Ну Не берем Вот эту сумочку Дамскую И подушку То есть Вот это то С чем бушмен Уходит на охоту Ну В принципе Все есть Оружие есть Огонь чем разводить Есть Собственно Кинжал тоже имеется Ну Воду наверное С собой еще берет А вот воды Там нет А вот тут то Я и попал А вот воды нет И вот с помощью Вот этого кинжала Они очень ловко Добывают воду Дерево Какое Нет Нет А что Нет Никогда не догадаетесь Молочное дерево Нет Деревьев там нет Пьют кровь зерей Нет Потому что там Потому что там в основном Буш Это Бушмены Люди Живущие в буши А буш Это в основном Кустарник Буш Это кустарник Но в кустарнике Влага должна быть По едине В засохший период Влаги никакой нет Вообще На кустарниках Засохшие листья Вот Единственное Что там Акации еще стоят Какие-то более-менее зеленые Может они как-то Испарения добывают Даже на бабах На бабах И то листьев Практически нет Ничего нет Зелени нет Практически никакой Воды нет Никакой Но они Научились За тысячелетия Находить Эту воду Которую Вот Если бы я не видел Это своими глазами Не мог бы поверить Дело в том Что Давайте успеем Открыть этот секрет За минуту Вот они идут Видят Из земли Растет вот такая Маленькая-маленькая Былиночка Вот На ней Слегка зелененький Такой листик То есть не мертвый Растение такое Еще видно Его Вот Если бы я вот шел Я бы его не увидел Но они Соображают в этом деле Они быстренько Берут этот нож Вот этот Кинжал Жуткий Вот Ну в силу того Что он такой грубый Обкапывает это место Достают оттуда От такого размера Корнеплод Размером Ну Бывает даже Ну примерно Ну где-то С двухлитровую банку Так назовем Круглый Чаще всего Рвут вот эту Сухую траву Делают циновку Очищают от земли Значит от песка От всего Очищают этим ножом И начинают скоблить Скоблят 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 На чистую травку Вот на эту На сухую Потом берут Эту стружку В ладонь Вот так Сжимают Переворачивают И пьют И жмут Жмут сильно И по пальцу По большому В рот Стекает Стекает жидкость Так вот Вот с такого Корнеплода Они добывают Где-то От двух До трех Литров жидкости Я пробовал Эту воду Это не вода Конечно Это сок Не самое лучшее Что я пробовал В этой жизни Этот сок Но Как говорится На безрыбьера Да Ну похоже На вкус На турнеф На брюк На что-то такое К сожалению Быстро Пробежало Время Нам пора Завершать На сегодня Программу Открывашку Сергей Сергей Анатольевич Приглашаем вас Еще С вашими Интересными Рассказами Историями Приходите Договариваемся Что это Наша Не последняя встреча Мы только Маленькую частицку Сегодня Затронули Африканская Наша тема Спасибо большое Миша Литон Ева Кравцова Сергей Иванов Фотограф Анималист Открывашка На этом завершена Всем хорошего дня Тех кто участвовал И победил С победой Всего доброго Пока Пока Всего доброго Детская познавательная программа Открывашка